Всем привет! Сегодня я покажу вам свой макияж, который я делаю перед съемкой видео, то есть этот макияж будет хорошо смотреться как на видео, так и на фото, и в то же время ничего сверхъестественного, в реальной жизни тоже вполне подходящий макияж. Первое, что я буду делать, это смешивать две тональные основы. Первая это Max Factor Face Finity, и вторая у меня будет от Nars Sheer Glow. Несколько капель я ее беру, и потом все это буду смешивать вместе. Почему я смешиваю две эти тональные основы? Потому что, во-первых, цвет хорошо подходит мне, а во-вторых, это две довольно плотные тональные основы, которые полностью перекрывают текстуру и все любые проблемы на лице. И вот вы видите, что буквально несколько взмахов, и текстура кожи сразу меняется, проблемы как будто исчезают, хотя я даже еще не использовала консилер. Признаюсь вам честно, в реальной жизни это, конечно, более плотно, чем хотелось бы, потому что такое соединение двух этих тональных основ будет видно на вашей коже, то есть если вы будете общаться с людьми, они будут видеть, что на вас косметика. Но, тем не менее, для камеры, для фотокамеры нам нужно немножко более плотный, немножко более насыщенный макияж, поэтому в реальной жизни я могу сделать другой макияж, который будет незаметен на лице, но что касается именно видеофотосъемки, то здесь же лучше выбрать именно вот эти продукты. И вот на подбородке у меня довольно много неприятностей было в тот день, и вот вы видите, я буквально раз, два, три, и все, их уже практически не видно. Я в этом макияже даже не использовала консилер, потому что я очень довольна этими тональными основами, они очень-очень хорошо выравнивают тон и скрывают любые недостатки. Также, если у вас открытый наряд и вид на шею, то не забывайте тоже затонировать шею, потому что нет ничего хуже, чем различный тон шеи и вашего лица на фото. Дальше я беру свой корректор-консилер от Maybelline Instant Age Rewind и буду наносить его под глаза треугольниками, так как этот консилер очень хорошо подходит для контурирования легкого, то я буду также его использовать в этих целях. Наношу его тоже на крылья носа, потому что там у меня купероз, и этот консилер очень хорошо с ним справляется. Этот же светлый оттенок я наношу на лоб, для того, чтобы высветлить центр лица, и на подбородок. Дальше все это растушевываю пальцем. Мне кажется, что такой вид растушевки лучше всего подходит для этого консилера. Все это втушевываю. На лбу и остальных частях лица я люблю использовать кисть, на которой еще осталось немножко тональной основы, потому что это очень хорошо сливает два оттенка, более светлый, более темный, и как-то вот естественно смотрится, и не выглядит так, как будто какая-то часть лица у вас белая, какая-то более телесного оттенка. Для бровей я буду использовать свой карандаш от Color Me в оттенке PS79. Сначала расчесываю брови, укладываю их, и потом начинаю прорисовывать. Так как сейчас в моде довольно графичные брови, то такие, собственно, я и делаю. Прохожусь карандашом по форме, делаю ее более четкой, границы более четкими делаю. Выстраиваю ее форму. Сами по себе брови у меня довольно неплохие, но вот с помощью карандаша буквально пару штришков, и они становятся очень правильной формой. По крайней мере, такой, как сейчас в моде. Для того, чтобы растушевать карандаш, я расчесываю брови кверху. Это отличный способ именно кверху расчесывать брови, потому что карандаш сливается с волосками, волоски тоже немножко поднимаются, и кажется, что цвет, который вы нанесли, это ваш натуральный цвет. Потом я немножко их могу уложить, так как мне нравится, когда уже все растушевано, и поправляю там какие-то мелкие недостатки, которые, может быть, растушевались и исчезли с того места, на котором я хотела бы, чтобы они были. Ну вот, как-то вот так. Дальше я буду использовать свой любимый бронзер от Nars Laguna и кисть от Makeup Geek. Она уже снята с производства, к сожалению, но очень она мне нравится. Она, мне кажется, идеально подходит для моего лица. Свое лицо я предпочитаю не контурировать, а просто добавлять более живого оттенка, поэтому я использую бронзер, а не корректор. Если вы хотите использовать корректор, то обратите внимание на форму своего лица, что вам нужно скрыть для того, чтобы получился как бы в теории идеальный овал. И если вы используете бронзер, то также наносите его на центр шеи. Именно так вы сможете слить оттенок, который у вас получился на лице, с шеей. Закрепляю я макияж своей любимой пудрой от Hourglass кистью Hakuhoda. Я использую первую слева, которая называется Dim Light. Эта пудра просто замечательно выглядит на видео и также на фото. Она также в реальной жизни очень хорошо разглаживает любые неровности на коже, скрывает поры и как будто рассеивает свет над любыми морщинками. В общем-то, очень-очень хороший продукт, как для обычной жизни, так и для видео. Когда я на видео использую эту пудру, то всегда меня спрашивают, какую тональную основу я использую. Но на самом деле секрет не в ней. В качестве хайлайтера я буду использовать всю ту же палетку и средний хайлайтер, который очень-очень деликатно выглядит всегда на лице. Этот хайлайтер вполне можно использовать и днем. Если хотите чего-то более насыщенного, можно взять Mary Luminizer. Ну и вот, что у меня получилось в итоге. Вполне такой современный естественный макияж, без каких-то перегибов, без каких-то сильно броских акцентов на лице. Это как раз то, что нужно как для фото, видео, так и для реальной жизни. А в качестве конкурса хочу сегодня разыграть палетку для контурирования от Sleek. Здесь есть пудра для контурирования, хайлайтер, а также румяна. Условия конкурса, как всегда, внизу. Удачи вам и до встречи в новых видео. Пока!